Музыка Оригинальная Might and Magic Heroes 6 вызвала много вопросов у поклонников серии. Одни считали, что игра получилась более чем успешной. Да, в ней многое изменилось. Механика была упрощена в угоду массовому зрителю, но сама по себе игра все еще выглядела как старые добрые герои. Другие наотрез отказались принимать новинку, проклиная разработчиков и посылая им воздушный поцелуй смерти. Но авторы проекта не растерялись и продолжили работу над вселенной. В результате в продаже появилось первое дополнение под названием Pirates of the Savage Sea. Стоит ли оно 10 евро? Об этом вы узнаете из видео обзора на сайте Playground.ru. Для начала стоит отметить, что Pirates of the Savage Sea это в первую очередь сюжетное дополнение. То есть никакого нового замка здесь нет. Для многих поклонников серии этого уже достаточно для того, чтобы выключить этот видео обзор и навсегда забыть о шестой части. Если же вы не рассчитывали увидеть новый замок или воскрешение одного из давно забытых, то смело смотрите дальше. Сюжет Pirates of the Savage Sea вертится вокруг знаменитого Крэга Хэга, легендарного вояки, знакомого всем и каждому по третьей части сериала. Отважного бойца нанимают, чтобы узнать, что же происходит с кораблями в диких морях. Дело в том, что в последнее время они регулярно исчезают. Пираты волнуются, как-никак, а корабли для них это и родной дом, и место смерти, и источник неслыханных богатств. А тут вдруг раз, и один за другим они начали пропадать. Крэг соглашается помочь. Естественно, не за просто так, а за хорошее вознаграждение. За 10 часов, которые вы потратите на прохождение новой сюжетной кампании, вы узнаете, что же на самом деле происходит в диких морях, кто стоит за исчезновением кораблей, и при чем здесь какая-то древняя магия, способная стереть все живое с лица земли. Как вы уже, наверное, догадались, основным местом действия на этот раз станет море и затерянные в нем острова. Практически на каждом острове есть небольшая верфь, на которой за более чем скромные вознаграждения вам смогут построить корабль. Так что даже если враг вдруг угонит вашу шлюпку, то переживать не стоит. Необходимость постоянно перемещаться с одного острова на другой слегка повысила уровень сложности. Ведь пока вы бороздите моря в поисках очередного квестового предмета, враг может неожиданно появиться на вашем острове и захватить пустующий замок. А затем у вас будет не больше семи местных дней ходов на то, чтобы вернуть контроль над родными пенатами, или вас ждет проигрыш. Так что любители собрать всю-всю-всю армию рядом с одним героем, в этот раз должны хорошенько подумать, прежде чем использовать эту рискованную тактику. Всегда лучше держать в городе или хотя бы на своем основном острове дополнительного героя с более-менее боеспособной армией. В остальном же, увы, каких-то интересных или кардинально новых механик здесь не появилось. Авторы создали несколько довольно больших и грамотно организованных карт, добавили горстку новых мощных артефактов и новое династическое оружие. Но все это не сильно бросается в глаза и уж точно не оседает в памяти. Мы же просто таскаемся с одного острова на другой, выполняем разнообразные побочные квесты и зачищаем одну огороженную от внешнего мира территорию за другой. То есть занимаемся тем же, чем мы занимались в оригинале, только теперь все важные объекты разделены между собой двумя-тремя ходами водного пути. Впрочем, как раз таки это и добавило игре динамики. Мы никогда не знаем, что нас ждет за следующим поворотом, куда нас приведет водная гладь на этот раз. Пару раз, особенно на начальном этапе, мы прямо в море нос к носу сталкивались с противниками, которые были раза в два сильнее нас. На этом, собственно, путешествие и заканчивалось, едва успев начаться. Но довольно быстро вы поймете, как можно избегать ненужных вам столкновений, как вовремя давать деру и драпать что из мочи в родной замок. И все пойдет своим чередом. Подводя итог, можно сделать два простых вывода. Первый. Если вам понравился оригинал, то и Pirates of the Savage Sea придется по душе. Дополнительные 10 часов сюжетных скитаний за 10 евро – неплохое сочетание цены и качества. Ну а если шестая часть показалась вам вторичной, то и DLC не вызовет никаких положительных эмоций. Потому что ничего кардинально нового в механику игры оно не добавляет, а значит и не улучшает ее. Выбор за вами. На этом все. Удачи и до встречи на сайте Playground.ru. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok